Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стримителям освоения абсолютно любой вязальной машины с нуля. Вяжем шапочку калейдоскоп. Особенность этой шапочки в том, что она подходит на достаточно большой размерный ряд за счет вставки, который мы будем выполнять в задней части головы. Вставку мы будем делать после того, как провяжем основу. Провяжем узор и на основании того, что у нас получилось с узором, будем формировать размер шапочки, для того, чтобы она была универсальной. Потому что подобное изделие, состоящее из большого количества лоскутов, невозможно переделать. Вот как бы чуть-чуть растянуть, там на пару петель туда, пару рядов сюда и у вас все собьется, у вас не ляжет все это в картинку и будет все некрасиво. Поэтому регулировать будем уже по месту. Для вязания нам понадобится 7 цветов. Если вы вязали серию бактус рукавички калейдоскоп, то берите те же самые цвета, ту же самую пряжу. У меня Ализе Реал 40 и Ализе Ангур Голд. Они немножко отличаются по толщине, но учитывая, что у нас детальки маленькие, получается однообразное единое полотно. Петельную пробу я брала по Ализе Реал Голд. Вяжу на машине Сильверит 840 на основной игольнице. Плотность 9 точка. И петельная проба у нас 2 55 петли в 1 см и 3 58 ряда в 1 см. Если у вас плотность близка к моей, то в принципе вы получите тот же самый размер, то же самое полотно, которое выходит у меня. Если мой размер шапки идеально на 54-56, это тот размер, который идеально будет подходить по моим промерам, по тем размерам, которые я вам показываю. Если вам нужно больше, увеличивайте петельную пробу, делайте рыхлее, либо берите пряжу потолще. Если у вас более плотное вязание будет и более тонкая пряжа, возможно, что полотно получится меньше, чем надо. И ваша шапочка подойдет не на взрослую голову, а на детскую. Тут надо смотреть, если они сильно отличаются от 54-го размера, то мы сможем нивелировать это резинкой, которая пойдет по задней части головы. Пряжа 480 метров 100 грамм. Вот такие вот данные моего вязания. Еще раз говорю, если вам нужно больше полотно, берите либо более рыхлую плотность, либо более толстую пряжу. Если вам полотно надо более узкое, маленькое, берите пряжу более тонкую и плотность потуже. У вас полотно пропорционально уменьшится, насколько надо смотреть. Но средняя часть у нас пойдет, в принципе, на такую взрослую голову. Если она немножко пойдет загибаться назад, будет на голову поменьше, я думаю, что это не испортит нам общее впечатление. Будет такой небольшой короной, тоже будет достаточно красиво смотреться. Итак, у нас деталь поделена на 9 частей. Выбрали точку, провели линии так, чтобы у нас все линии стыковались по шву. То есть сзади у нас будет единое целое стыковка цветов. Выбираем первый цвет, вот он первый, и с него сейчас пойдем вязать. Как мы вяжем? Набросываю нить, провязали отделочным цветом и по указаниям, которые вы видите в таблице, провязывайте. Нюансы я вам сейчас расскажу, чтобы не запутаться, где у нас центр. Все сейчас будем по ходу работы определять с вами. И самое главное, там вы видите таблицу. Вот первая часть. Это как раз сложная достаточно часть, имеющая вот такую непростую конфигурацию. Она вот так вот пойдет у нас. Мы набрали петли и начали провязывать. Вот она таблица. Сначала убираем, убираем, убираем петли, потом прибавляем. Вот они идут прибавки. Таким образом... Таким образом у нас с вами будет вывязано полотно. Провязали полотно, делали убавки, закрыли, развернули. Надели на иглы полотно следующее. Провязали второй треугольник. Выполняя убавки. Видите, у нас получается убавки пойдут в одну сторону, убавки в другую сторону. Убавили до точечки, развернули полотно, надели на иглы, вяжем третью часть. Практически нет убавок с одной стороны, вот они две убавки, зато есть такая сложная конфигурация с другой стороны. Таким образом мы с вами по кругу провяжем полотно. Нюансы будут на восьмой части, потому что она у нас сложная. Вот так вот выглядит у нас восьмая часть. Мы ее будем провязывать двумя деталями. Наберем полотно, провяжем несколько рядов, вывяжем сначала одну часть, потом вторую. Сложно, но не очень. Не очень сложно, потому что все расчеты прилагаются. Пропорция будет соблюдена. Самое главное слушайте таблицу, четко по ней прорисовывайте. Таблица представлена в качестве скриншота на экране. Вы видите на экране табличку, вы можете провязывать прямо с экрана, вы можете переписать, вы можете скопировать, то есть снять как скриншот и перенести на таблицу. Прописать и провязывать. Внизу указано количество петель. Видите, начинаем с 36, первая часть, вторая часть 43 петли, третья часть 37 петель и так далее. То есть каждая часть имеет свое начальное количество игл для провязки. И таким образом вывязываем по кругу. Начинаем, заканчиваем одну деталь, начинаем следующую из этого же полотна. Не будем их потом сшивать. Все вяжем сразу, чтобы не запутаться, не потеряться. Итак, набросываю нить, набираем 36 петель, начинаем взять первую деталь. И да, определитесь, пожалуйста, с цветовым решением. У меня красный, красный, они симметричны, чтобы стыковка была сзади. Желтый, желтый, симметричны. Голубой, ну это голубой, 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 это симметричные детали. Четвертый, пятый и девятый, сами по себе, не важно какого цвета. У меня цветовая гамма, вот она вся представлена, все это цветовое решение. Начинаю вязание с первой части, с красной, это красная часть. Беру красный цвет, пошли вязать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Набрали по указаниям 36 петель, отмечено центр. Центр у нас с правой стороны. Нюанс. Первые два ряда мы провязываем разделителем. У нас идет разделитель между каждым цветом. И делаем так, провязываем разделитель, чтобы у нас остался рабочий нить со стороны центра. Мы не будем рвать каждый раз разделитель, мы будем провязывать одним разделителем все детали. Поэтому делаем так, чтобы хвостик, рабочая нить осталась у нас со стороны центра. Значит, со стороны центра провязываем ряд. Раз, два. Убираю нить из нити водителя и подвешиваю эту нить, чтобы она тут не села. Она мне мешать не будет. Но первая у меня убавка идет с первого ряда и с правой стороны. Значит, если я провяжу логично справа налево, то убавку с этой стороны сделать никак не смогу. Поэтому перевожу каретку. И начинаю вязание деталей так, чтобы у меня первый ряд, первая убавка, первый ряд у меня все время был с правой стороны. Потому что каждый раз в первом ряду я буду выполнять какое-либо действие. Убавку, либо прибавку петель. Поэтому перевела каретку. В счетчик поставили. И провязываем первый ряд. Дальше, мне нужно сделать убавку. Какие хотите убавки? Самое главное, чтобы они не затягивали полотно. Нам придется переворачивать это полотно и надевать его на большое количество игл. Поэтому, если вы этот край будете затягивать, может быть очень нехорошо. Берете, делаете убавку такую, чтобы петля была свободная. И первый ряд минус один. Второй ряд минус один. Провязали. Третий ряд минус один. Освободили края. И так далее. Вяжите до окончания первой детали. Мы выйдем с вами в точечку. Деталька, первая часть будет готова. Она имеет сложную конфигурацию, напоминаю. Не удивляйтесь. Она будет как бы с разрезом идти. И после того, как провяжем, мы с вами будем переходить ко второй детали. Будем надевать полотно и вывязывать вот этой же нитью следующую часть. Вторая часть. 43 петли. Значит, берем 43. Я взяла 44, потому что здесь не учитывается петля на соединение. Я все части прибавляю в дополнительную петлю, чтобы было, во-первых, чтобы было четное количество, во-вторых, чтобы было возможно на соединение, на сшивание пустить эту дополнительную петлю. И ту часть, в ту сторону, от которой у нас идет разделитель. Вот мы уже не ошибемся, раз мы разделителем выставили эту сторону, центр. Вот этот центр. Этот центр все время будет находиться вот здесь, вот в уголке. Мы будем надвязывать, надвязывать детали все время. Надевать на иглы часть, которая идет от центра. Ну, провязав две детали, вы уже не заблудитесь, какая часть. Тем более, вот такая кривая. Явно, что не вот этот кривой край у нас надевается, а прямой. И равномерно надеваете на иглы. Видите, я надеваю не за краешек, не за кромочку, а просто так, можно сказать, грубо надеваю, соединяя через все вот эти некрасивые протяжки, которые у нас могут быть. Мне они не нравятся, и если надевать за самую кромочку, то может быть действительно очень некрасивые соединения. Поэтому надевайте так, чтобы хорошее полотно находилось под иглами. Все некрасивые места находились над иглами. И сейчас мы с вами провязываем два ряда разделителем. Само собой, если нужны оттяжки, их нужно навесить, без них никак. Дальше. Если у вас машина с нитеводом, выставляете все иглы в переднее положение, закрываете иголки, можете вязать, у вас ряд провяжек. Если у вас машина с ручной прокладкой, точно так же выставили все вперед, закрыли иголки, поставили в рабочее положение. Открыли иголки, видите, язычки легли на вот это большое количество полотна, которое у нас находится над иголками. И если мы такую операцию не сделаем, у нас все вот эти язычки попросту воткнутся в полотно и ничего не будет провязано. Поэтому ставьте все вперед, закрываете, берем разделитель в два ряда. Идеально провязала, можете второй раз поставить иглы в переднее положение, точно провяжется, раз-два. Полотно готово к тому, чтобы мы начали вывязывать следующий клинушек. Ну, а следующий клинушек у нас тоже убавка идет в первом ряду с правой стороны. Поэтому я перевожу каретку, обнуляю счетчик, беру следующий цвет, следующий цвет желтый, ставлю желтый цвет в нитеводитель, нитевод, и провязываю следующий клинушек. Таким образом, каждый раз, надевая уже провязанное полотно с той стороны, где у нас находится центр, центр должен находиться справа, и мы по кругу-покругу с вами выйдем до девятой части. То есть провяжем все части. Поэтому провязываете желтый, снимаете, когда вы дойдете до точечки, поворачиваете, надеваете на иголки, провязываете два ряда разделителем, и вывязываете ту часть, которую видите у себя в табличке. Сошли по кругу вязания, провязали все детали. Осталось их соединить. Надеваете лицом к себе первую часть, набросывая нить, помните, было набросывание, открытые петли, надеваете на открытые петли. Заворачиваете завершающую часть, девятую, и на эти же иглы надеваете. У вас все должно четко совпасть. Надеваете так же, как вы соединяли. Хорошо так, чтобы убрать все неровности, которые у нас могут появиться в процессе закрывания петель. Полностью надеваете, и вот этой же разделительной пряжей, которая у нас осталась, потому что мы все разделители выполняли из одного клубка, Закрываете любым удобным для вас способом. И таким образом основная деталь, узор у нас будет провязан. Здесь у меня остается начальная часть пряжи. Достаточно будет для того, чтобы зашить отверстие, которое получилось в процессе провязывания уголков. Подтянули нить и... Закрываем открытые петли первой части и одновременно соединяем в круг все провязаные детали. Первая, самая сложная деталь нашей шапочки готова. Провязали. Еще раз. Обратите внимание на конфигурацию элементов. Все должно сойтись в точку. Все элементы должны быть абсолютно симметричны. В итоге. Вот так выглядит наша шапка, когда мы ее соединили. Все, здесь вот осталось подшить. Подошью. Затянули серым цветом, чтобы не расходилось отверстие. Сделаем. Так. Провязали. Сейчас вяжем обратную сторону, внутреннюю. Подклад. Делаем все то же самое. Есть расчет. Набираем 118 петель. Провязываем 45 рядов. Это по моему расчету. Если вы понимаете, что у вас расчет будет немножко другой и хоть немного умеете считать, точно по размеру данного изделия вяжите вторую часть. Не надо вывязывать узор. Это подклад. Я буду вязать его серым цветом. На 118 петель я навешиваю полотно. Вот так. И провязываю вторую часть. Она будет абсолютно симметрична. То есть первой. Провязываем 45 рядов по прямой. И дальше начинаем выполнять 45 рядов. Это собственно вот эта вот часть. И дальше мы с вами провязываем по отдельности. Центр от 46 ряда идет убавки. Левая часть, потому что у нас они, видите, по отдельности идут. Левая часть убавки идут только с одной стороны. Видите, вот абсолютно симметрично. И правая часть. С 46 ряда, начиная по отдельности, мы провязываем каждый элемент. То есть набираем какое-то количество петель и от места разделения провязываем по отдельности три детали. У нас получается целиковое полотно. Итак, надеваю на иглы за полный столбик так, чтобы краешек был как можно более ровный. То есть пускай все вот эти вот узлы, все торчит наверх, оно уйдет внутрь, потому что шапка двойная. И внутри, между слоями, вот эти все неровности у нас прекрасно будут себя вести и чувствовать. Так, надеваем, провязываем. Если вы считаете, что этот расчет вам не подходит, моя таблица, можете выполнить свой расчет. Еще раз говорю, по конфигурации готового изделия. Надели полотно на расчетное число игл. Количество у меня это 118. Мне нужно провязать 45 петель единым полотном. Для того, чтобы нормально провязался первый ряд, подвязываю все иглы в переднее положение, поднимаю язычки, проверяю, что они все поднимаются, и провязываю ряд. Первый ряд провязывайте очень аккуратно, не торопитесь. Отлично провязалось, несмотря на то, что полотно, вот этот ряд, очень сложное, за счет того, что мы выдвигали игру. Помогаю Машеньке еще раз. И смотрите, если где-то что-то не провязалось, у меня не провязалась петля, я ее сейчас провяжу руками, чтобы тут туго и тяжело, поэтому помогу Машеньке. Надену петлю, провяжу ее вручную. Проверяйте, что все петли сформированы, что нигде нет пропусков. Первый ряд провязан, и дальше еще 44. Далее разделяемся на левую, правую и среднюю части, согласно расчету. То есть вяжем серединку и краешки. Соединено полотно, так это выглядит с лицевой стороны. Подклад, внутренняя часть и внешняя часть. Теперь наша задача посадить шапку на голову нашей модели, какого бы размера эта модель не была. По высоте шапка, в принципе, подойдет под любой размер. Учитывая уплотнитель, который мы и выполним по верхней части, он будет держать форму. Нам важна ширина. Так, мы складываем нашу шапку пополам, соединяем ее и смотрим, что у нас получается. Учитывая, что рисунок мы провязывали, ну вот здесь вот все это соединяется, оно, в общем-то, одинаковое. По длине смотрим сейчас. Узор, ну, буквально на пару, на два-три, на три ряда, наверное, длиннее, чем кулирка. Мы это сейчас учтем при расчете вставки. Вставка резинкой нужна для того, чтобы размер шапки подошел под любую голову, потому что корректировать узор невозможно. Невозможно прибавить там петелечку, рядочек, у вас шапка увеличится, как это делается на обычных моделях. Здесь очень сложно. Поэтому знаю, что у меня 79, ну, 80 рядов провязано кулиркой. Это серая часть. Рисунок, как я уже посмотрела, ну, на три ряда длиннее, чем кулир. Ширина. Оберните голову и посмотрите, сколько сантиметров вам не хватает, либо вам хватает, и вот такой ширины вы оставляете шапку. У вас сзади кантик будет просто загибаться, не стоять ровненько, а загибаться как корона. Тоже очень симпатично. Поэтому буквально от 46, наверное, размера до любого мы сейчас эту шапку растянем с вами. Вяжем резинку. У меня это 6 сантиметров. на вот такое количество рядов. Причем, если 80 рядов это серый, то 83 ряда я делю на 3. Раз, два, три. У меня три цвета. 83 делим на 3. Получается по 27 рядов. 27 рядов зеленых. 27 рядов желтых. И 27 рядов красных. Выкройка такая, что цвета занимают по 1 треть. Я специально подгоняла вот эти вот размер уголков, так, чтобы они занимали по 1 треть полотна, чтобы нам при провязывании резинки не надо было ничего придумывать. Итак, вяжем резинку. Той ширины, которой вам не хватает. Это может быть даже не резинка, а кулирка. Смотрите, можете кулирку связать, если вы четко выяснили, какого размера у вас нет машинки с второй фантурой. Вы можете провязать планку вставочную. Самое главное, чтобы у вас эта планка четко соответствовала вот этим вот размерам. И еще учитываем, что у нас есть серые вставки, поэтому 26 зеленых, 2 ряда серых. Вот. 26, 25, простите, желтых, 2 ряда серых и 26 красных. Вот так получается. Да, потому что между ними по 2 ряда серых вставка. Проставка идет, ее тоже надо обязательно учесть в провязывании планки. Итак, вы провязываете то, что вам не хватает вставочку. Она идет от края до края через все полотно. 80, 83, 163 ряда нам надо провязать. Я буду провязывать резинкой. Вы можете провязывать резинкой, если не уверены в размере, у вас будет шапка, иметь возможность стягиваться, растягиваться, универсал такой. Либо вы провязываете вставку планкой, тоже кулиркой, на тот размер, которого вам не хватает для того, чтобы она качественно сидела по голове. Так провязываем планку. Планку, либо резинку, у меня резинка, видите, за счет того, что она будет стягиваться. В принципе, на любой размер эта шапка подойдет. Все подходит, все по размеру. И сшиваем с одной стороны, потом с другой стороны, так, чтобы у вас стыковались все переходы цветов. Сшиваете, и будем уже переходить к финальному оформлению, к макушке. Получилась резинка, которая дает свободу отбегания шапки. Задача теперь оформить внешнюю часть. Итак, оформлять будем на взялимом машинке, но сначала определяемся с размером планки рулика, который у нас будет провязан. Берете либо внешнюю часть, либо внутреннюю. Смотрите, какая вам больше нравится. Я хочу рулик немножко поменьше, поэтому воспользуюсь внутренней частью. Смотрим, сколько это сантиметров. 34 сантиметра. Рулик должен быть 34 сантиметра. Для того, чтобы сделать расчет как можно более простым, я знаю, что у меня кулирка 118 петель. Считаю количество сантиметров. Здесь до начала. Это 48. 48 сантиметров. Это 118 петель. А мне нужно 34 сантиметра. Это х петель. Беру калькулятор. х равен 118 умножить на 34 и делить на 48. Систему пропорций. 118 умножить на 34 и делим на 48. 83 сантиметра петли. То есть 80 петель. Это рулик, который обойдет у меня верхнюю часть шапки. Отлично. Берем нашу шапочку. Выворачиваем ее так, как она должна быть. То есть убираю. Вот она шапка. Соединяю. Можно даже прометать. Можно соединить булавками. Потому что соединять нам надо 4 слоя. То есть все 4 слоя у нас пойдут вместе. Все хвостики, все ниточки можно оставить внутри. Они там так и останутся. Мешать не будут. Так, соединили с центром шапки. Соединили с центром шапки. соединили основание. Основание, основание. Вот она. Когда будем надевать на иглы, мы будем надевать по очереди все слои. Поэтому спокойненько наденем, не запутаемся. Но сейчас главное их просто соединить между собой. Так. каждый слой. Чтоб не было никаких сильных сборок, перетяжек. дальше все самое сложное. Мы с вами выполняем рулик. На выбранное количество игл аккуратно надеваем все слои шапки. Это может быть не очень просто, но на самом деле не сложно. Сцепляем один слой, второй, третий, на этом же месте, четвертый. Смотрим, что все симметрично. Надеваем дальше. Равняем по всем иглам. Либо можно делать еще проще. Надеваем задний слой сверху. Да, так проще, когда большое количество полотна по очереди. Равнять проще, когда по чуть-чуть одну часть вторую часть третью часть и следует четвертую часть. Таким образом мы надеваем на иглы всю шапку. Первая часть гораздо легче надевается, потому что она без перетяжки. Вторую часть надевать будет немножко сложнее, потому что она пойдет уже под углом. шапку под углом. Первую часть и вторую часть на вторую часть стекла. Надеваете, аккуратненько натягиваете, небольшая перетяжка по краям будет, это не страшно. спиной к себе, чтобы шел был сзади, поскольку шел будет нежным. Такое количество полотна машина не провяжет, но никак. Ручной прокладкой еще были бы варианты, машина с нитеводом ни с какими усилиями такой провязать не сможет, поэтому мы будем провязывать вручную. Подготовка точно такая же, как если бы мы собирались провязать этот ряд. Закрыли все язычки, прикрыли иголки, открыли язычки, смотрите, чтобы ничего никуда не сбежало. язычки должны лечь на полотно. Легли. Освобождаем рабочую нить, укладываем ее на иглы, проверяю, что все язычки у меня четко открыты, нигде ни один не пропущен. Закрываю язычки, они захватывают рабочую нить и таким образом ни один не пропадет, не сбежит. И теперь начинаю вручную провязывать каждую петлю. Вручную вручную прихватывает, хотя вручную чуть-чуть освободили. если чувствуете что тяжело делаете по частям иглы желательно провязывать на одинаковое расстояние устанавливать можете себе поставить какую-то линейку или что-нибудь в качестве стопора я их ставлю ориентируясь на вкладыш с указанием петель так и еще половину сделали вторая половина закрываем язычки, опускаю иголки, открываю язычки, прокладываю аккуратно рабочую нить и прихватываю ее иглами довязываю ряд вручную петли получаются достаточно свободные рыхлые это то что нам надо потому что этими же петлями мы будем соединять ролик когда мы провяжем так вот эта петля все таки то что не надо помогаем все теперь любая машина провяжет полотно и провязываем высоту рулика много не надо нам надо только обогнуть все неровности которые у нас находятся на внешней части рядов 6 не больше все для надежности еще раз язычки закрыть и вяжем провязали немножко вперед игру чтобы полотно с них не слетело случайно и начинаем формировать ролик внизу под полотно там где мы провязывали ряд руками у нас есть вот такие вот протяжки вот их мы на иглу и надеваем за счет того что мы провязали очень рыхло надеваются они легко таким образом все что мы лишнего хотели спрятать уходит внутрь внутрь ролика снаружи ничего не будет видно полностью надеваете полотно формируете и закрываем обычным любым удобным способом закрываете все весь ряд потом надо будет немножко подшить уголки если вам не нравится что то есть то есть то есть Продолжение следует...